Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет рубрика Готовлю на несколько дней. Сейчас я занимаюсь первым блюдом. Буду готовить сливочный суп с сосисками. На самом деле, с сосисками это одно лишь название. Добавляю я их туда немного для вида, скорее всего. Я бы их вообще не добавляла, но младший тогда не будет есть. Он будет спрашивать, где же сосиски. Здесь я нарезаю лук-пырей, который купила в Ленте. На самом деле, раньше я его очень часто покупала, а потом как-то забыла про него, не знаю почему. Ну и морковочку натираю на терке. Это я буду делать зажарку для супчика как раз. Я морковь натираю на терке, потому что так любят мои домашние, в основном мой муж. Поэтому делаю так, как ему нравится домашним. Наверное, все хозяюшки рецепты подгоняют под вкусы своих домашних. Я не исключение. Ну и нарезаю картошку. Картошку я тоже нарезаю некрупно. Я ее никогда не расталкиваю. Многие мне писали, что так делают. Но мои, опять же, тоже не любят в данном варианте так. Поэтому вот мелко просто нарезаю. На самом деле, мелко стала нарезать, когда появились у меня детки. Чтобы им было удобнее и как-то вот до сих пор не отошла от этого. Вместо сосиски у меня сарделька. Она одна, но я ее... В принципе, в доме она не одна, но буду добавлять одну. И я ее мелко нарезаю. Так мелко-мелко, чтобы было просто вид и объем, что там есть сосиски. Решила вот вторую добавить в итоге. Ну, в общем, чтобы для объема, скажем так. Кастрюля у меня, в принципе, большая. Поэтому, чтобы сардельки там были. Вот. И буду добавлять я плавленый сыр. Хотя можно и сливки. Вот у меня уже поварилась. Добавила уже и зажарку, и картофель немножко поварился. Теперь буду добавлять сардельки. Вот. Все это у меня поварится. И буду добавлять также вермишель. Вообще, я ее добавляю обычно чуть-чуть. Но у меня тут в пачке вот сколько было. Столько решила высыпать. Ну, что там, оставлять. Не то, не сё. Вот. Поэтому все высыпала уже в сам суп. И буду добавлять уже плавленый сыр вот этот. Но я добавляю его немного, чтобы бульон не был густым. Потому что, когда все это в горячем виде, все жидко, а потом уже больше так застывает. И вот, чтобы такого не было, я добавляю немного, я считаю, на такую большую кастрюльку. Вот, хорошенечко перемешиваю, соответственно, и буду добавлять сюда свои любимые специи. Все специи, которые вы у меня видите, я заказывала на iHerb. Они мне очень нравятся. Вот лучшие специи я не видела. Возможно, где-то вот мне писали, что там с Турции привозят и так далее. Но вот были в Арабских Эмиратах, я не нашла там специи. Ну, там и нет специи местного производства. Там всё привозное, поэтому я ничего не купила. Куркуму свою любимую. Обожаю добавлять её в первые блюда и не только. Мне кажется, куркума придаёт такой вкус, аромат блюду просто обалденный. Вот. И сухой укроп. Сухого укропа добавляю много. Мои любят. Конечно, можно свежую зелень. Но свежей зелени у меня нет совсем. Что-то я вообще была вот в магазине и даже не подумала её купить. И здесь у меня смесь перцев с морской солью. Тоже добавляю немного. Они не сильно острые и, в принципе, нормально. Потому что вот этот плавленый сыр, да, он, ну, придаёт такой вкус, аромат блюду. Поэтому немного. И соль тоже немного я добавляю. Потом пробую, когда уже всё проварится. И если нужно, добавляю снова, потому что было как-то, что я подобный суп пересолила. Поэтому я лучше вначале чуть-чуть добавлю. Вообще лучше не досолить. По мне так соль всегда есть на столе. Ну что, суп готов. В принципе, достаточно быстро варится. Сейчас буду кормить обедом своих мальчишек. Они уже там крутятся, вертятся вокруг меня. Так что мы с ним сейчас пообедаем. И дальше будем уже готовить. Буду делать овощи. Тушёные овощи. Кстати, оливковое масло. Полюбила я его очень. Постоянно на нём всё жарю. Значит, первое я добавила баклажаны, которые вымачивала в подсоленной воде, чтобы ушла горечь. И теперь, то есть вначале их обжариваю. Потом буду добавлять лук. Снова порей. Купила. Надо же использовать его везде. Теперь он у меня. И натирать тоже на тёрке морковку. Не любит у меня, опять же, повторюсь, морковку крупную, крупно нарезанную, да. Или как-то нашинкованную крупно. В общем, всегда натираю на тёрке. Она практически незаметна в блюдах. И вот у меня одна помидорка. Тоже буду её добавлять. И в овощи также буду добавлять специи разные и томатную пасту. То есть вот у меня такие. А здесь я делаю и свинины. У меня были такие кусочки нарезанные. В общем, решила сделать рубленые котлеты. Да, это называется, по-моему, как-то так. В общем, мариновать буду их мясо в майонезе со специями. Сейчас мелко-мелко нарезаю вот эту свининку. Чтобы она у меня помариновалась. И потом буду обжаривать. По-моему, это рубленые котлеты. Что-то не выговорит, называется. Вот у меня уже обжарились овощи. Добавляю томатную пасту. Но я их слегка обжариваю, да. Не до золотистой корочки, а так до полуготовности, я бы сказала. Вот. Буду добавлять немножко водички. Можно бульончики, если он у вас есть. Но я решила просто водичку. Всё это хорошенько перемешивать. И также специи буду добавлять. Я ещё, когда добавляю томатную пасту, иногда добавляю немножко сахара. Чтобы было... Ну, когда томатная паста бывает иногда такой кисленькой. Вот эти специи, они как бы для мяса. Но в овощи тоже вкусные получаются. С овощами. Поэтому тоже добавляю. Я вот немножко сахара добавила. Потому что бывает томатная паста такую прям кислинку ярко выраженную придает. Чтобы такого не было, добавляю немножко сахарка. Всё перемешиваю. Потом накрою крышечкой. И у меня ещё потушится там несколько минут, чтобы вот все... Ну, дошло до готовности все овощи, да. И плюс все вот эти вот ароматы, специи раскрылись. Всё это смешалось. Ну, вот как раз заправляю своим мясо свинину, да. Добавляю немного майонеза. Снова специи всё те же. Вот. Соль. Также добавляю итальянские травы немножко. И сухой укропчик. Вообще люблю сюда добавлять не сухие, не сухой укроп, а свежую зелень. Но, повторюсь, у меня её не было. Я как-то вообще не подумала её купить. И, кстати, чесночок, сухой чесночок, я сюда добавила яйцо. И вот в таком виде, то есть хорошенько всё перемешаю, я оставлю, ну, как минимум на 30 минут промариноваться. Потом добавлю сюда где-то столовую ложку муки. И немножко ещё постоит, и буду обжаривать. А здесь я буду делать макаронную запеканку с макарошками, вот этими гнёздами. Меня просили показать, как я их делала. У меня такой детский вариант. То есть очень вкусно добавить фарш с грибами. Мне вот очень нравится. Особенно куриный фарш с грибами. Ну, я делаю, опять же, с той же сарделькой. То есть, чтобы у меня ели дети. Потому что они фарш с грибами не будут есть. Я не заморачиваюсь, как вы видите. Просто сверху насыпала. И у меня вот ещё бекончик есть. Я ещё решила добавить бекон, чтобы было так поароматнее. Ничего не обжариваю. Прямо вот так вот всё складываю. И буду заливать сливками. У меня сливки. Разбавила я их водой. Там чуть-чуть у меня оставалось. Добавляю специи, опять же, немножко итальянские травы, соль. Всё это хорошенько перемешиваю. И заливаю. Если вот того, что я размешала, не хватает, я просто добавляю немножко водички сюда, чтобы практически полностью у меня были покрыты вот эти гнёзда. И отправляю в духовку при температуре 180 градусов примерно минут на 40. И подготавливаю заранее ещё сыр. Потому что минут за 10 примерно до готовности я буду добавлять сверху сыр. Раньше не добавляю, чтобы сыр просто не подгорел. И у меня получится такая просто сырная корочка очень вкусная. Вот таким образом я готовлю эти гнёзда. Можно на самом деле и с обычными макаронами то же самое сделать. Вот у меня готовы уже овощи. Буду их уже оставлять. И получается они на самом деле очень вкусно. И мясо. Как я уже сказала, я ещё добавляю столовую ложку муки. Кто-то добавляет крахмал. Но вот я как-то привыкла с мукой делать. Выкладываю на сковородочку, опять же, на оливковом масле. Очень я полюбила готовить на оливковом масле. Вот, наверное, теперь возьму за правило. И буду обжаривать до готовности с двух сторон на медленном огне. Вот они мне как раз с одной стороны уже обжарились. Буду переворачивать. И потом следующую партию тоже сюда выкладывать. В общем, нравятся такие рубленые котлетки, да, по-моему, это называется, девочки. Напишите, кто знает. Или оладушки мясные. Как-то так. Вот. Ну что же, всё у меня готово. Вот такая вот выходит запеканка. Она очень вкусная. Вот эти сливки, они там густеют. Макарошки, они там просто таким одним пластом получаются. Но вот эти гнёзда, именно они вкусные. Можно их так вот по отдельности оставить. Именно их нафаршировать. Ну вот я делаю, как делаю, да. И вот эти вот мои рубленые котлетки, оладушки мясные пожаренные. Овощи здесь у меня тушёные. Тоже очень вкусно. У меня муж иногда просто как гарнир их ест. Вот. Или добавляет к чему-то. И супчик, который мы уже с детьми немножко поели. Вот. Ещё у меня останется на несколько дней. Точно будет. Так что вот так вот я сегодня наготовила. Нам хватит это точно на несколько дней. Ещё какой-нибудь салатик овощной могу сделать. Там что-то в этом духе. И будет вообще очень-очень вкусно. Вот. Ну и на такой вкусной ноте на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто ещё не подписан. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok